Приветствую вас уважаемые коллеги! В программе WolfXNet доступна бета-версия новой биржевой диаграммы с интегрированной в нее поисковой машиной Match Chat. Запускается стандартным образом в разделе компоненты. Поисковая машина включается при помощи кнопочки Search Match, расположенной в верхней панели задачи. Поисковый сервис сделан для того, чтобы, принимая решение, вы имели доступ к информации о том, когда подобные события уже были, в каком направлении двигался рынок после этого. Для поисковой машины была создана новая информационная концепция. К каждому новому тику цены в периоде присваивается порядковый номер. Таким образом, вы видите сценарий формирования бара. Бары окрашены по доминирующему направлению. Для того, чтобы рассмотреть сценарий формирования бара, выберем бар с более сложной волатильностью. Бар открылся по цене 1.1814, рухнул на 10 теков вниз, дальше двинулся в направленном аптренде и перед закрытием упал на 5 теков, закрывшись по цене 1.1813. Таким образом, вы видите все детали разнонаправленного движения и можете визуально точно пассифицировать объект по волатильности. В окне Type вы можете выбрать интересующие вас характеристики для построения бара. Сменив number на символ, мы получим ту же самую информацию, но в буквенном исполнении. В сценарии сочетается с количественными характеристиками, такими как объем проторгованный по каждой цене. Кроме того, мы можем получить информацию о том, какое количество процентов данный объем составляет от общего объема проторгованного баре. Например, 105 контрактов – это примерно 29% от общего объема проторгованного баре. Следующая количественная характеристика – ticks. Это количество тиков, проторгованных по каждой цене. Выбираю begin и end. Вы видите время первой и последней сделки по каждой цене. Например, для данного бара цена достигла high на 58 секунде и последний раз она здесь была зафиксирована на 3 минуте 47 секунде. Для того, чтобы рассмотреть информацию, которую мы можем получить при помощи нижней кистограммы, вернемся к сценарию. Здесь мы с вами видим объем, проторгованный в баре. Average Volume – это общий объем, разделенный на размер бара. Ticks – это количество тиков, прошедших внутри бара. Size – это размер. Временные характеристики time и time в процентах показывают для растущего бара в первой строке время от открытия до low, во второй – от low до high, в третьей – от high до закрытия. Размерные характеристики pips и pips процента в свою очередь показывают для падающего бара количество тиков от открытия до high в первой строчке и от low до закрытия во второй. Для демонстрации работы поискового сервиса выберем дно для трех недель. Включаем поисковую машину. Получим информацию о том, сколько таких же объектов существует и где они появлялись в период с 3 июля по 26 июля 2017 года. После включения поисковой машины справа появляется таблица поисковых запросов. Выбираем поисковый запрос, соответствующий нашему таймфрейму, где SEMLQ3 означает, что таблица обучающая и ознакомительная. Для выбора объекта двойным кликом мыши активируйте курсор, наведите его на объект и еще одним кликом зафиксируйте. После фиксации объекта будет произведен поиск совпадений по всем поисковым запросам. Давайте начнем с поискового запроса на объем с индексом VA91, где четвертый знак в индексе означает количество выбранных объектов – 1. Соответственно, поисковый запрос VA99 предназначен для 9 объектов. Поисковый запрос VA9x для 10 объектов, VA9u для 11 и VA90 для 12 объектов. Третий знак в индексе означает, что поисковый запрос предназначен для двухчасового таймфрейма. VA – поиск такого же объема или большего. После клика на строку все найденные объекты на графике подсвечиваются желтой обводкой, а в таблице матч-лист появляется список совпадений с порядковым номером объекта, временем его появления, днем недели, датой, размером объекта и объемом объекта. При клике на каждую строку объект с порядковым номером перемещается в центр экрана. Поисковый запрос VA92 предназначен для поиска такого же объема или большего уже для двух объектов. Таких совпадений найдено 6, когда было проторговано свыше 65 917 контрактов. Для того, чтобы посмотреть, когда такие же объекты появлялись в секторе времени с нуля до 8 часов, объединим поисковый запрос VA92 с поисковым запросом TQ11. Для этого зажимаем кнопочку Ctrl и кликаем по интересующим нас объектам. Поисковый запрос TQ22 предназначен для поиска в секторе от 8 до 14 часов, до 16 часов, простите. И поисковый запрос TQ33 в секторе времени с 16 до конца суток. Поисковый запрос T1 предназначен для поиска объектов в точно такое же время дня. Вернемся к поисковому запросу VA92, 2, 2 и 3 результаты отличаются от портсотипа сценарием поведения игроков. Для получения совпадения и по движению объединим поисковый запрос VA92 с поисковым запросом SM92, фиксирующим движение объекта. Чтобы получить совпадение по объему движения и точному времени, объединим данные поисковые запросы с поисковым запросом точного времени. Таких совпадений у нас всего два. Посмотрим, сколько раз такая же ситуация была с 1 января 2016 года. Данные доступны с 2008 года. Максимальный отрезок поиска до двух лет. Поиск нам показал, что такой же сценарий встречался не так уж часто. Всего пять раз за 19 месяцев. Мы видим, что в день разворота 3 января на дне 2017 года игроки выбрали точно такую же схему действий, как и в день прототипа. Теперь у нас есть информация, что у выбранного объекта есть определенный потенциал. У 5 июля есть другая информационная линия. Переставляем курсор на бар, открывшийся в 12 часов. Выбираем поисковый запрос точного времени и поисковый запрос SM97. Должны быть найдены все дни с такой же схемой волатильности. Начиная с 1 января 2016 года, таких результатов только два. Они абсолютно идентичны по размеру и практически идентичны по объему. У них одинаковые схемы дня и одинаковое развитие событий впоследствии. На 8-мичасовой диаграмме таких же схем дня, как и 5 июля, зафиксировано 6. Для частоты результатов добавлены поисковый запрос сценария объекта и поисковый запрос на поиск объекта такого же размера или большего. Сам прототип – комбинация трех баров с поочередной сменой движения и общим объемом 186 693 контракта. Первый результат зафиксирован на минимумах 2016 года. А четвертый – это абсолютно минимум 2017 года и день разворота. Таким образом, 5 июля мы видим пересечение сразу трех информационных линий. Точно такой же сценарий поведения игроков, как в дни разворотов. И точно такой же реакции рынка впоследствии. В новом поисковом сервисе о любом событии доступна история наблюдений. Эти новые статистические данные могут стать основой современной технологичной аналитики на базе только объективной информации. По мере вознакомления с сервисом количество поисковых запросов будет постоянно увеличиваться.